Здравствуйте, это новости на ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и короткий анонс о том, что вы сегодня увидите. Доложили машину и от этой суммы тоже я ничего не увидел. С одной машиной он со мной поделился, а с другим и он исчез. А какую сумму он вам передал? Он со мной должен был 670 тысяч рублей, из них 300 тысяч отдал он. 300 тысяч? Да. Брал в долг и перепродавал. Как мошенник из Махачкалы зарабатывал на автомобилях в рассрочку? Узнаем через минуту. Помощь от гостей. Двух тонущих девочек спасли туристы в Каспийске. Просто, я тебе говорю, первое время надо такие жесткие меры принимать. Надо организованные смотровые площадки делать. Организованные смотровые площадки. Все. Чтобы где попало. Вот там один, вот здесь второй, вот здесь третий, вот здесь четвертый. От заграждений на дорогах до подготовки к юбилею Гамзатова. В Кунзахском районе побывал глава правительства республики. Там 600 метров мы уже сделали проект. С метра сделали. Деньги вытащили, смену произвели. Основным они назвали, связанные с животными или с растительным миром. До лакских туфлей были бештинские сапожки. Говорят, аналогов им нет во всем мире. В чем уникальность старинной обуви, расскажут наши корреспонденты. Мама вязала сыну. Бывало так, что тёша тоже, уже как подарок после того, какой-то знак, знак того, что принимается зять в семью, тоже был подарок зятю после свадьбы. Полицейские задержали жителя Махачкалы. Он подозревается в мошенничестве. Молодой человек брал в рассрочку автомобили, не расплачивался за них и перепрорвал третьим лицам. Следствие установило, что в июне этого года он обманным путем завладел машиной Киарио стоимостью в полмиллиона рублей, который принадлежал жительнице Дербента. Также выяснилось, что злоумышленник причастен к совершению и других аналогичных преступлений. Дело в том, что по инициативе Ислама он мне предложил машину взять в аренду, ну суточно, да, и на время у кого-то оставить. Он мне сказал, куда, что он оставил, это не знаю, честно сказать. Дело в том, что он у меня попросил, без правды ему не дают, так как у меня права возникать на себя. И потом оплачивать тоже он будет, и машину тоже он заберет. Что с машиной сделали, брат, я не знаю. Ну, он сказал, у кого-то заложил, я не знаю, этих людей, честно сказать, я не знаю, я их тоже не видел, брат. Заложили машину, и от этих сумм тоже я ничего не увидел. Со одной машиной он со мной поделился, а с другими нет, и он исчез. А какую сумму он вам передал? Он со мной должен был 670 тысяч рублей, из них 300 тысяч отдал он. 300 тысяч? Когда он вам передал эту сумму, вы не спросили, за что он ее дает, и откуда ему эти деньги? Нет, не спрашиваю. Почему? Потому что у меня с 2020 года должен был 670 тысяч рублей. История со счастливым концом. Туристы спасли детей, тонущих в море. Группа туристов прогуливались по набережной Каспийска и увидели на воде двух тонущих девочек. Прежде бросились их спасать, вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Трагедию удалось избежать. Девочки захлебнулись водой, но прибывшие на место врачи успели оказать им первую помощь. Тем временем дагестанские спасатели стараются минимизировать количество несчастных случаев на воде. Сотрудники МЧС регулярно патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими. Во избежание происшествий инспекторы призывают население не отпускать детей от них в воду, не плавать в ветреную погоду и купаться только на организованных пляжах. Такие рейды будут проходить до окончания всего купального сезона. Сегодня личным станом главного управления МЧС Дагестана проведены профилактические рейды по местам массы отдыха, людей на воде. Были проверены базы отдыха и пляжи. В ходе проверок были выявлены характерные недостатки. Это отсутствие отчетованных спасателей, спасательных средств, медицинских пунктов. Также личные станки спасателей имеют соответствующую подготовку. Владельцам баз и стоянок были даны рекомендательные разъяснения по организации данной работы. Работа по проверке баз и мест отдыха людей на воде будет продолжена до окончания всего купального сезона. К другим темам. Безопасность туристических объектов и подготовка к празднованию столетия со дня рождения Расула Гамзатова. Это главные темы, которые затронул премьер-министр Дагестана во время рабочего визита в Хунзахский район. Выяснилось, что в обоих направлениях есть много нерешенных вопросов. Подробнее о них расскажет Патимат Ханапова. Туризм хорошо, а туризм безопасно еще лучше. Так посчитали представители власти после трагедии на Цулутлинском каньоне, где в обрыв сорвался автомобиль с семейной парой. Место происшествия посетил во время рабочей поездки в Хунзахский район и председатель правительства. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил установить по периметру заграждение, если надо, пусть даже и в человеческий рост. Там 600 метров мы уже сделали проект, сметру сделали, деньги вытащили, смену произвели. Просто, я тебе говорю, первое время надо такие жесткие меры принимать. Надо организованные смотровые площадки делать. Организованные смотровые площадки. Все. Чтобы где попало. Вот там один, вот здесь второй, вот здесь третий, вот здесь четвертый. Те люди оставили наверху, там, посмотри, где я тебе показал, эти люди. Они вообще с ума сошли, что ли. Вот, например, они сейчас ходят. Не дай Аллах, вот этот, который туда идет, девочка или мальчик, вот присел он, если он поскользнет, он не уйдет, я так туда. Поэтому здесь или какие-то волонтеры должны быть здесь. Махун Гаджевич, это... Здесь облазленных двор, 12 километров продаж. Вот именно только здесь. 12 километров, на 6 километров сделай одну участковую пункт. На другой 6 километров сделай другой. Ну, как вот. Вот, например, смотри. Сейчас мы на другую сторону пойдем. Нет, допустим, вот... Там эти люди тоже будут? Нет, смотри, вот они там стоят. Никто же им не говорит, что туда ходить нельзя. Куда идти нельзя. Говорит кто-нибудь. Ну, тогда сделайте смотровые площадки культурные. Критики подверглась и подготовка к празднованию юбилея Расула Гамзатова. Абдул Муслимов остался недоволен темпами работы и отметил недочеты в организационном вопросе. Поручил привести в порядок и проектную документацию. Пример напомнил главе муниципалитета о персональной ответственности за каждый недочет. Многоуважаемый Нурмагомед Максот Гаджиевич, я вам настроение испортил в начале совещания, потому что я хочу, чтобы через год у вас было хорошее настроение. Нурмагомед Максот Гаджиевич не отвечает вам. Денег нет и денег не будет. Потом выходит министр экономики и говорит проектов этого самого восстановления. Абдул Муслимов не подписывает. Потом это подтверждает. 12 числа внесли и говорит заместитель министра строительства. Им это не нужно. Им нужно, чтобы мы вопросы не задавали. А нам нужно провести юбилейные мероприятия. Посетил пример комплекс «Белые журавли», а также дом музея Гамзата Цедасы, где к юбилею Расула Гамзатова проведут ремонт. Напомним, эти культурные объекты будут связующим звеном и неотъемлемой составляющей региона на праздновании столетия народного поэта. Батимат Ханапов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Хунзакский район. Завершилось строительство автомобильной дороги Унцукуль-Моксох. Теперь живописные горные пейзажи дополняют безопасный и качественный маршрут. Протяженность объекта составляет около 3 километров. Строительство позволило обойти оползневый участок с узким опасным серпантином. Дорога связывает по кратчайшему пути населенные пункты Моксох и Харачи. По всему участку установлены двухсторонние ограждения, дорожные знаки, а также сигнальные столбики. Работы проведены в рамках государственной программы Министерства транспорта Дагестана. Теперь граждане России через госуслуги могут поступить в средние специальные учебные заведения. Для этого на официальном сайте в разделе «Дети и образование» достаточно подать заявление, в каком техникуме училище или колледже молодые люди желают продолжить обучение. Заполняя анкету, можно предоставить информацию о необходимости места в общежитии или других условий. Для подачи заявления надо быть зарегистрированным на госуслугах. Сервис предоставляется в течение 30 календарных дней. Поколение «Стрим» – молодежно-образовательное мероприятие для девочек провели в Махачкале. Религиозные деятели и психологи поговорили с подростками на современные темы, а также ответили на интересующие их вопросы. Между вступлениями для маленьких зрителей изучали нашиды от известных исполнителей. Организатором встречи выступило женское направление отдела просвещения при Муфтияти Дагестана. Их представители отметили, что подобного рода мероприятия будут проходить ежемесячно в разных локациях региона с привлечением популярных и талантливых людей. В высокогорном селении Бешта все еще чтут старинное народное искусство. Это единственное село, в котором мастерицы вяжут уникальные бештинские сапожки, аналогов которым нет во всем мире. Кто бережет ремесло предков, увидела Малика Курбанова. Сегодня найти мастерицу, умеющую вязать настоящие бештинские сапожки, дело непростое. К сожалению, ремесло предков молодежь перенимать не спешит. А когда-то они были обязательным атрибутом в приданном горянке. Хакка. Название у них такое же сложное, как и техника вязания. Ашура Магомедова унаследовала ремесло от мамы. Впервые она взялась за спицы в 13 лет. Только через 5 лет каждодневного труда появилась лучшая пара. И в ней она вышла замуж. За свою жизнь связала их столько, что не пересчитать. Вязание сапога уникально и тем, что состоит из нескольких частей. В первую очередь делается вот этот язычок. Мицо называется. Потом рачо называется верх. Это сейчас бештинские сапожки, музейные экспонаты и элемент национальной одежды, в которой выходят в свет по особым случаям – народным праздникам. В прошлом они были повседневными, рабочими и парадно-выходными. И носили их круглый год и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины. Мама вязала сыну. Бывало так, что тёша тоже, уже как подарок после, это был какой-то знак. Знак того, что принимается зять в семью, тоже был подарок зятю после свадьбы. Когда-то, чтобы связать вот такие сапожки, приходилось идти за горы в Грузию. Оттуда привозили специальные спицы и нитки. И вязались они даже из нитей кокона шелкопряда. За материал расплачивались шерстью, чаще сыром, а нити окрашивали природными красителями. Малика Курбанова, ННТ, Бештинский участок. Пеликантность, пеликаны мира. В историческом парке Махачкалы открылась международная интерактивная выставка. Экспозиция состоит из лучших фото пеликанов, сделанных в разных уголках планеты. Ранее для создания проекта организаторами был проведен национальный конкурс. Участники прислали более 800 репортажных и художественных кадров, среди которых эксперты из Союза фотографов дикой природы отобрали самые эффектные. Каждая фотография сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом. Экспозиция продлится по 26 августа. Сборная Дагестана подзюдо среди глухонемых выступит на Кубке России. Соревнования пройдут с 3 по 5 августа в Тюмени. В заявку дагестанской команды вошли 18 спортсменов. Большие надежды тренерский штаб возлагает на чемпионов и призеров Сурдолимпийских игр. Руслана Аскерова, Мурада Магомедилаева и Курбана Муртазалиева. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев номинирован на Всемирную премию «Боец года». Это самая престижная номинация из всех представленных. Помимо дагестанца на награду претендуют 4 именитых спортсмена, выступающих в лучших мировых организациях UFC и Белатар. Ответим, что Махачев в UFC одержал 10 побед подряд. Следующий его бой состоится 22 октября в Абу-Дабе. Там дагестанский спортсмен сразится за вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите нас во всех соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»